В Видном в приемной Всероссийской партии «Единая Россия» состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы 7-го созыва Вячеслава Фетисова. Народный избранник после проведенного приема населения встретился с представителями районных СМИ и молодежных объединений. В ходе встречи было задано немало вопросов, касающихся молодежной политики. Фетисов назвал молодежь главной действующей силой государства, которая нуждается в господдержке всех уровней. Каждый талантливый молодой человек должен быть вовремя замечен и доведен государственной системой до того момента, когда он сможет полностью самореализоваться. Я считаю, что это наша главная задача. Я точно уверен, и мы не раз разговаривали с президентом нашей страны Владимир Владимировичем, потому что он в этом видит одну из основных своих задач по созданию такой системы, чтобы не один талантный мальчишка. Он не раз говорил, что в стране, в которой на протяжении столетий рождаются великие ученые, артисты, художники, спортсмены, политики. Каждый день рождаются талантливые дети в периметре этой страны, которая уже дала миру известных людей. И наша задача этих ребят вовремя поддержать. Естественно, были вопросы, посвященные спорту. И здесь позиция Вячеслава Фетисова такова, что трудно стать олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. Поэтому большую часть средств надо вкладывать в развитие спорта и начинать надо с занятий физкультурой. Я понимаю, что спорт в школе – это наше все. Мы обязаны сегодня ввлечь детей в школу с школьным возрастом, с первого класса. Так как в Госдуме Вячеслав Александрович курирует вопросы молодежи, спорта и туризма, то зашла речь и о развитии внутренних туристических направлений. В свое время занялись выездным туризмом. Все понимают, что туристический бизнес зарабатывает на въезде. Оказывается, во всем мире зарабатывают на въезде. Поэтому эта тема отдельная. Время брифинга было ограничено, и журналисты успели задать не все вопросы. Однако такие встречи с депутатом будут регулярны. И не только для прессы, а в том числе и для жителей Ленинского района.